Здравствуйте! Как всегда, в это время мы расскажем о людях и событиях, заслуживающих особого внимания. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. И вот что вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И главный тувинец страны Сергей Шойгу отметил юбилей. О том, какой след он оставил в Хакасии и что сейчас, министр значит для региона наш специальный материал. И завтра исполняется 20 лет со дня принятия Конституции Хакасии. О ее роли в жизни республики высказались депутаты. Три компании выступят в роли генеральных подрядчиков на строительстве домов для погорельцев. Местная из них всего одна. Остальные две из Барнаула и Красноярска. Последняя работает в Аджоникидзовском районе, где полностью сгорели две деревни и сильно пострадал райцентр Копьева. Константин Кравцов побывал там, пообщался с местными жителями и понял, как много нюансов и сложностей в большой стройке. Вчера начали, сегодня закончили. Сейчас опалку поставим, зальем бетон. И дальше что? И дальше будем строить дом с газобетона. В райцентре Копьева – авральная стройка. На одной улице рабочие готовят фундамент, на соседней проводят анализ грунта. А ведь еще на прошлой неделе никакой стройки здесь не было. Генеральный подрядчик из Красноярска нашелся буквально на днях. Времени мало. От этого и темпы не такие, как обычно. До 20 августа была поставлена задача поставить в строй 289 домов в районе Аджоникидзовский. Это три населенных пункта и два отдельно стоящих дома. Значит, на данный момент прибыли, приступили к работе у нас 12 подрядных организаций. Общей численностью уже порядка 130 человек. Жительница Копьева Галина Рассудова в огне потеряла все, что удалось нажить за 50 лет. Сейчас вместе с сыном ютится в уцелевшей времянке, здесь же на участке. Она до сих пор вспоминает апрельский пожар со слезами на глазах. Уничтожено жилье площадью около 100 квадратов. Теперь, согласно социальным нормам, женщине с сыном положено в два раза меньше. 42 квадратных метра. Ну, как бы, как бы, как бы. Спасибо и за это государству. Спасибо Путину, что не забыл про нас, погорельцев. Ну, дай бог, чтобы к зиме была крыша над головой. Крышу над головой власти и строители обещают возвести по шести разным проектам в зависимости от социальных норм. Что касается материалов, здесь все неоднозначно. Часть домов будет выполнена из привычного многим газобетона, но также строители представляют новую для Хакасии технологию. Этот гигантский кирпич заменяет десяток обычных. Характеристики гораздо выше, уверяют строители. Вот это, как термос получается, вот эти вот ячейки. Он держит тепло. На него ложится еще сетка микро, которая раствор, чтобы не проходил. В Красноярске микрооружный берег строится по такой технологии. Стоит отметить, что один квадратный метр обходится едва ли не столько же, как в Абакане – 40 тысяч рублей. Помимо Копьева в районе пострадали села Кожухово и Кагаево. Люди, возмущенные представленным размером домов, пишут заявление в суд. Рабочие зашли пока на 46 участков из почти 300. Какая сумма общая будет, будет зависеть, конечно, от той квартирографии, которую мы сегодня ждем. Много дел у нас сегодня в судах. Как будет там поставлен вопрос и разрешен этот вопрос, в чью пользу, в положительную. То есть люди же жили по-разному. Кто-то жил, условно говоря, на 50 квадратах, а их сегодня 4 человека. В сторону увеличения пойдет или в сторону где-то уменьшения это будет. Если человек имел второе жилье, то человек не получит этого жилья. Так или иначе, стройка началась. И время здесь не играет на руку ни строителям, ни погорельцам. Все должно быть готово к сентябрю. Кстати, тогда же району исполняется 80 лет. И для сельчан это должно стать двойным праздником. Константин Кравцов, Сергей Казьмин. Вести Хакасия. События недели. И на этой неделе, наконец, прояснилось, какие дома будут строить для погорельцев. И почему они будут стоить по 40 тысяч рублей за квадратный метр, что вполне сопоставимо с городом. Объяснения чиновников переворачивают устоявшиеся стереотипы о местном рынке недвижимости. Строительство на селе не дешевле строительства квартиры в центре республиканской столицы. Мы, когда сели сметную стоимость, обсчитали согласно действующих сметных нормативов федеральных единичных расценок. Как бы самим стало страшно. Домик стоит вроде 33 квадрата, 2 миллиона с копейками рублей. Делим на квадратуру. У нас получается стоимость дома колеблется от 50 до 60 тысяч рублей. На этом фоне впоследствии найденный компромисс 40 тысяч за квадрат. Кажется уже вполне адекватным. В правительстве напоминают, деревенская стройка будет дороже городской. И за счет того, что все стройматериалы надо будет доставлять из Абакана и Черногорска. Ну и главный аргумент. Дома будут не просто коробки, а полностью благоустроенными. В них будут пластиковые окна, вентиляция, септик, горячая и холодная вода. А также топочная с котлом, работающим на угле. Стены будут оклеены обоями. На пол постелят линолеум. Санузлы оборудуют умывальником, ванной и унитазом. Все будет приемлемого качества, утверждают в автономном учреждении госэкспертиза. Сегодняшний день понятно, сколько будет стоить. Понятно, что за такие деньги можно действительно получить качественное жилье. А что в итоге люди получат? Ну, никто их, думаю, не будет выгонять со строительных объектов. Строительство будет вестись, я так понимаю, согласно градостроительного кодекса. По словам экспертов, 40 тысяч за квадрат – та цена, при которой сами строители готовы приняться за работу. При том, что доход они получат минимальный – всего 5%. Верить этому или нет – решать вам. Ну, а по горельцам важно получить гарантии того, что за три месяца им построят нормальные дома, в которых можно будет жить. И немалая цена в 40 тысяч является лучшим аргументом для того, чтобы требовать с властей достойный результат. Минздрав Хакасии решился на кардинальный шаг. Скоро все поликлиники, кроме детской и стоматологической, будут работать до 8 часов вечера. Это делается для удобства работающего населения, которому не всегда с руки отпрашиваться днем для того, чтобы попасть к врачу. Инициативу мы обсудили с помощником министра здравоохранения Михаилом Ильгиным. Здравствуйте, Михаил Григорьевич. Здравствуйте. Итак, вот новая инициатива Минздрава, она достаточно революционна для нашего здравоохранения. Кто это придумал и почему вы решили пойти на такой шаг? Ну, я не скажу, что это большая революция, это понимание того, что происходит. Мы ощущаем по обращениям граждан, по работе с гражданами, что не всех удовлетворяет работа нашей амбулаторной части, то есть наших поликлиник территориальных, доступности медицинской помощи. Ну, первое, на что мы пошли, это автоматизация процесса записи и прозрачных нашего расписания. И второе, мы решили, что поликлиника для удобства, особенно работающей категории граждан, должна работать более продолжительное время. А каких учреждений будет касаться новый режим работы? Наиболее, так сказать, напряженная ситуация на сегодня, она известна, я думаю, никого этим не удивлю, это в наших больших городах, так называемых. То есть это город Абакан, это город Черногорск, город Саиногорск. Ну, и у нас есть две межрайонные больницы, это Аскизская и Ширинская районные больницы. Ну, во-первых, они обслуживают в сельском здравоохранении наибольшее количество предписанного населения, ну, и так они даже побольше, чем наши малые города, чем там тот же Сорск и Абаза. Вот, поэтому мы хотим обкатать вот такой режим работы, вот начиная там. Почему выбрали городское и сельское? Ну, потому что уклад жизни и работы в селе и в городе разный. Поэтому в городе нам понятна работа, а в сельской местности, почему мы взяли два района, мы посмотрим, как там это приживется, потому что все равно там особенности сельского уклада, сельской жизни есть. Когда было объявлено, что учреждения перейдут на новый режим работы, будут работать до 8 часов, как сами медработники это восприняли и все ли с этим согласились? Ну, сказать однозначно, что все согласились, я не могу, потому что сейчас еще идет процесс, так скажем, изменения режима работы. Мы дали некоторое время, потому что мы, как работодатели, главные врачи и учреждения, обязаны предупредить своих подчиненных о том, что меняется режим работы и он у них становится двухсменным, где-то двух с половиной сменным. Уточните, пожалуйста, когда вот абаканцы могут действительно прийти после окончания рабочего дня на прием к врачу? Однозначно, новый режим работы в Абакарской городской поликлинике по заверениям руководителей по исполнению нашего приказа начнется с 1 июля. Как вы думаете, а когда уже будет ощутим эффект от вот нового режима работы? Ну, мы, во-первых, продолжаем работу анкетирования наших пациентов по поводу лучшей регистратуры поликлиники. И это будет продолжаться у нас до августа месяца. Я думаю, что там мы это увидим, мнение наших пациентов. В том числе они заметят изменение режима работы и как-то это отметят в своих анкетах. И последнее уточнение. Новый режим работы, он теперь будет действовать постоянно или все-таки в качестве эксперимента? Нет, мы надеемся, что это будет постоянно. Вопрос только будет стоять о районных поликлиниках. Здесь нам пока непонятно необходимость введения до 8 часов, потому что в сельских поликлиниках районных вот таким режимом могут воспользоваться только жители райцентра. А те, кто приезжает, не живет в райцентре, вряд ли в 6-7 часов вечера поедет в поликлинику. Поэтому мы сейчас на больших наших крупных районах посмотрим, возможно, будут какие-то изменения, но не до 8 вечера. Либо отдельные структурные подразделения, которые востребованы, диагностические, еще какие-то. Я благодарю вас за то, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Знаменитые Трехозерки в опасности. Водоемы катастрофически мелеют, из-за чего республика рискует потерять уникальную природную территорию. Явление сейчас изучают экологи ХГУ. Все подробности далее. Колонии Чаек сегодня главное украшение Трехозерок, но так было не всегда. Знаменитые водоемы уникальны по своей природе. Они находятся на пути миграции пернатых. А так как соленая вода богата главной пищей многих птиц – планктоном, Трехозерки – идеальное место для стоянки во время осенне-весенних перелетов. С давних пор это место облюбовали лебеди, огари, пеганки, шелоклювки, журавли и многие другие птицы, внесенные в Красные книги России и Хакасии. Их останавливалось так много, что Трехозерки называли птичьим раем. Но в последние три года водоемы стали пустеть. Первыми это заметили экологи, которые проводят учет гнездования пернатых. Резко уменьшилась численность бакланов, огари и других видов. Стала исчезать даже самая неприхотливая птица – чайка. Уменьшилась численность серебристой чайки. Если в 2013 году мы обнаружили около полутора тысяч гнезд этого вида, жилых гнезд, в прошлом году их было в два раза меньше, в этом году численность уменьшилась еще как минимум в три раза. Совсем не найдены в прошлом году и в этом году совсем не найдены гнезда шилоклевки, которая также гнездилась по берегам и по косам у островов этого урочища. Причина видна невооруженным глазом – это обмеление озер. В некоторых местах их глубина уменьшилась в несколько раз. Чем меньше воды, тем меньше артемий, то есть питание для птиц и меньше возможностей для безопасной жизни. Вода больше не мешает хищникам нападать на птичьи гнезда. И не случайно преподаватели ХГУ нашли немало следов – лисиц, барсуков и собак. Озера нужно срочно спасать, уверены эксперты. Если эта тенденция сохранится, то через год или через два здесь гнездование будет просто невозможно. Не будет воды, значит не будет артемий, и птицы не будут прилетать сюда кормиться. Территория в этом смысле просто погибнет. Как ее спасти, предстоит решать республиканским экологам, после того, как эксперты ХГУ передадут им данные своего исследования. Впрочем, первые шаги были сделаны еще в прошлом году. Трехозерки получили статус особо охраняемой природной территории. То есть они находятся под особой защитой государства. Неумолим прогресс в сельском хозяйстве. В Таштыбском районе впервые появилась импортная техника. И именно с ней в местном крупнейшем хозяйстве приступили к посевной. Американский трактор может все, начиная от покоса и заканчивая обработкой почвы. А в сочетании с новым посевным комплексом техника еще и сеет и пашет. В хозяйстве Нива уверены – недешевая покупка того стоит. Новый агрегат позволит сэкономить на топливе и запчастях. Да и КПД у него не сравнить с отечественными тракторами. На посевную будет уходить не месяц, как раньше, а всего одна неделя. В общем, американский производитель знает, как облегчить нелегкую долю аграриев. Техника хорошая, работать можно по полеводству. Все. Тишина сделала для людей. Сеять нужно немало. Таштепская Нива собирается наращивать поголовье крупного рогатого скота и увеличивать надои. Апрельские пожары нанесли сельскому хозяйству Хакасии серьезный урон. Так что каждое достижение сейчас на особым счету. В четверг свой юбилей отметил министр обороны Сергей Шойгу. Многие годы он уверенно возглавляет рейтинги популярности российских министров. И что тут говорить о силе его авторитета тут, в Хакасии, где он начинал свой путь государственного деятеля. Лариса Курченко собрала воспоминания наших известных людей о том, как Сергей Шойгу работал в Абакане и почему республика гордится особой дружбой с министром. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жизнь постоянно возвращала меня в Хакасию, сюда, где... В то время были самые большие, пожалуй, самые крупные стройки. Туда, где состоялось у многих моих товарищей, однокачников, людей, с которыми мы построили в то время, да и после этого много и много важного, нужного и интересного для нашей страны. Очень энергичный, очень энергичный человек. Вы знаете, он сразу расположил к себе всех наших сотрудников, всех работников аппарата. В то время хозяйственная жизнь города практически была и сосредотачивалась в руках городского комитета партии. Это и коммунальное хозяйство, это и строительство, это и промышленность. Он много сил посвятил проблемам ТЭЦ. Он очень много занимался тогда в городе внедрением хозрасчета. Это было модно тогда. Он и грамотный экономист уже был. И он повел, повел, повел и повел город. Сергей Кушгёзович, мне кажется, если бы не было определенной позиции горкома партии, то многих вот этих новых начинаний в городе могло бы и не быть. В чем, на ваш взгляд, сегодня должно выражаться партийная руководство экономикой? Ну, в первую очередь, это в подборе кадров, в подборе тех людей, которые сегодня могут принести что-то новое в экономику города и в экономику области. Важно сегодня не пропустить вот эти крупицы и вовремя поддержать их. От них ведь сегодня очень многое зависит. Я всегда вспоминаю и своих друзей, и своих учителей, людей, которые жили и работали здесь, в Сибири и, в частности, в Акасе. Вспоминаю степп, тех, с кем устроили Заянский алюминиевый завод, с кем продолжали строить Абакану, Кулмаш, с кем делали в четвертую очередь Северского капитального комбината, всех тех, кто так или иначе вошел в историю режима в республике. Он из Ачинска приехал в Хакасию. Это примерно было, наверное, году в 80-м. Его назначили заместителем управляющего трестом Саяна-Алюминьстроя в Саиногорске. И Сергей Кужагеевич, надо сказать, справился. Он там несколько лет возглавляя многие комплексы, объекты. И он проявил себя действительно как большой организатор. Хотя лет-то ему сколько было, но 30 еще не было лет. Не выполнить его поручение, это было практически невозможно. Это сказывалось нашим уважением к нему. Он не фамильярничал. Он был требователем. Вы знаете, он навсегда умел найти такие слова, что человек не обидится, но знает, что это нужно доделать и довести до конца. Он патриот, патриот отечества, патриот даже вот нашей малой родины. Тувы, Хакасии, Красноярский край. Его знают тысячи людей, помнят его по работе. Любят, я бы сказал, даже слово. Сергей Кужагеевич, есть за что любить. За все, что он где работал, оставил замечательный след. Поздравляю вас всех с этим замечательным, историческим, древним и очень светлым праздником. Праздником первого молодого Ирана. Праздником действительно труда. Человека труда, человека созидателя. Человека, который делал все для того, чтобы удержаться на этой земле, выжить на этой земле, и не только выжить, и не только удержаться, но и вырастить новое молодое поколение. Если бы меня спросили за сутки до этого, возможно ли такое, я бы сказал, вы кончаете. В общем, главное, надо фантастический роман и писать. Возникали мысли о том, что как дальше жить. Вот первая мысль была найти всех и похоронить, достойно помочь семьям. И была такая мысль восстановить. Но видя, что происходит, произошло, казалось бы, это неподъемно. Понимаете? Мне пришлось быть очевидцем всех этих событий и видеть, как это делалось. И я считаю, что именно на начальном этапе, и то, что в дальнейшем произошло, связано с восстановлением, роль МЧС просто велика, колоссальна. В настоящее время работают фактически три группы водолазов, которые работают как внутри станции, так и со стороны Нижнего объекта. Большая работа по обследованию акватории, по разливу машинного масла. Количество людей за ночь мы увеличили практически в 10 раз. Значит, ожидаем прибытия еще порядка тысячи человек. Мы собираемся строить большой спасательный центр. Иргаки не в Хакасии, да, я понимаю. Не расстраивайтесь. Центр, который будет заниматься лавинами, который будет заниматься безопасностью туристов, дурнолыжников. Решите доложить обстановку, товарищ министр обороны. Я думаю, это беззаветное служение делу. А делу служишь отечеству, людям, в конце концов. Он трудоголик. Он принял решение, что городок должен быть построен по всем тем требованиям, которым отвечает жизнь человеку. Это его решение. Ледовый дворец, весь этот спортивный городок. То, что мы сегодня видим, здесь контракт у нас на 6 миллиардов. Почти 4. Ну, будем так говорить, 4 мы освоили. Очень успешно. Он очень хорошо знает регион. Он не просто знает, он здесь жил, трудился, очень много сделал для региона. Это патриот, это служивые родины, на которую можно опираться, верить в которого можно. И там, где Сергей Пожигеточ, там победа. Там мы достигнем все равно победы. На этом наш выпуск завершен. Я желаю вам приятного окончания выходных и хорошего настроения на новую рабочую неделю. Всего доброго и до новых встреч.